Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы рассмотрим игру, которая называется Foundation. Она выйдет в четвертом квартале этого года и это симулятор средневекового строительства. В самом начале игры на выбор две карты. Я выбрал побережье. Далее нам нужно установить место, откуда будет развиваться наше поселение. И установить центр нашего будущего городка или села. Фактически это склад с ресурсами, необходимый для дальнейшего строительства. И здесь же находятся наши первые поселенцы. Слева вверху мы видим задание, которое необходимо выполнить. Справа меню строительства. У каждого из наших жителей есть меню потребностей. Эти потребности желательно удовлетворять. Также справа мы видим те профессии, которыми этот житель может заниматься. Также обратите внимание, что каждый житель индивидуален. Если мы назначим какую-то профессию и он будет ею заниматься постоянно, то уровень этой профессии у него будет подыматься. Давайте что-нибудь построим. Например, колодец. Это самое простое строение, которое не требует много ресурсов. Дальше предлагаю построить лесопилку. Естественно, что ее нужно ставить поближе к лесу. И дальше мы перейдем к установке зон. Так называемых рабочих или жилых зон. Без которых рабочие не будут работать. Но это немножко попозже, а сейчас нужно назначить работников. Нужно выделить какого-нибудь жителя и указать, чем он дальше будет заниматься. Например, это у нас будет строитель в дальнейшем. И он начинает набирать опыт. Опыт строителя. Поэтому желательно, чтобы житель, если он занимается уже строительством, то и продолжал этим и дальше заниматься. И пока идет активное строительство, давайте по-быстрому пробежимся по меню. Вверху мы видим бюджет нашего города. Также каждое здание требует своей платы за то, что оно будет функционировать. Также мы видим счастье наших жителей. Это общее счастье, которое желательно держать на высоком уровне. Еще строение, необходимое для добывания камня. И переходим к зонам. Зоны это участки, где будут добываться ресурсы. В данном случае у нас всего три зоны. Первая это жилая, вторая это производственная и третья запрещенная, где ничего не будет делаться. Нам сейчас нужно производство. Указываем. И сразу же видим, что лесник пошел рубить лес. Точно так же будет работать камнетес. Точно так же будут работать собиратели ягод. Всего лишь нужно указать производственную зону. Конечно же у нас есть возможность расширить границы нашего города и докупить участков. Покупка участков удовольствие не из дешевых, поэтому нужно внимательно следить за бюджетом нашего города. Я говорил о том, что каждое строение съедает деньги. Откуда же мы будем получать? А получаем мы от торговли на рынке. На местном рынке покупаются товары. А так же от торговли с другими городами. Да, здесь есть другие города и мы можем делать торговые маршруты. Но для этого нужно открыть эти города. Чтобы в бюджет начали поступать денежки, нужно назначить продавца на местный рынок. Для этой цели лучше всего подходит опция назначить свободного жителя. Ну или мы можем выбрать из списка жителей, которые заняты какими-то другими работами. Здесь у нас собирают ягоды. Они будут поставляться на рынок и продаваться местным жителям. Теперь настало время обозначить жилые зоны. Здесь, что мне нравится, есть ценность земли. Чем ближе к центру, тем ценнее. Если вы хотите изменить конфигурацию участков, это тоже легко можно сделать. Правой кнопкой мыши удаляются ненужные участки. Обозначив жилые зоны, больше ничего делать не нужно. Жители начнут сами строить свои дома. А пока мы построим овцеферму. Овцы здесь нужны для получения шерсти и в дальнейшем изготовления одежды. Но, естественно, что для этого нужно будет еще одно здание. Пока суть до дела, на нашем рынке появляются товары. Но пока что еще ничего не продано. И видим, что у нас в бюджете дырка. Будем надеяться, что в казну будут поступать денежки от проголодавшихся жителей. Они придут на рынок покупать товары и денежки потекут рекой. А пока поселенцы строят себе дома. В каждом доме живет два человека. И когда в нашем поселении дела идут на лад, к нам приходят новые поселенцы. Они сразу же идут на рынок и покупают продукты. Обратите внимание, у нас уже прибыль. Следующая цель построить замок. Но это будет позже. А сейчас мы построили овцеферму. Им нужно назначить туда работника, а также получить овечку. Вот она. Она растет со временем. Далее работник ходит и стрижет ее. И соответственно мы получаем шерсть. Потом будем шить рубашки и штаны. Естественно, что за такой короткий обзор мы не смогли бы с вами осмотреть все аспекты игры. Но я вас уверяю. Они есть, они интересные. И игра пока только развивается. Она в альфа-версии. Я уже говорил, что выйдет она в четвертом квартале этого года. Разрабатывают ее Polymorph Games. Я надеюсь, что она выйдет вовремя и будет реально интересная, как она уже интересна сейчас. Красивая мультяшная графика, спокойная музыка и нетривиальные задачи для средневекового градостроительства. Мне кажется, что любители симуляторов стратегий оценят эту игру. Если вам понравилось, ставьте лайк. Всем пока.